Всем привет, дорогие друзья! Локомотив начал свой третий тренировочный сбор. На этом сборе провел товарищескую игру против туркменской команды Алтын Асыр. И это последний наш тренировочный сбор. То есть после него команда отправится в Москву и будет готовиться к матчу с Динамо. Матч, сами понимаете, очень важный. Мы отстаем от Динамо буквально на одно очко. И в случае победы над Динамо сможем запрыгнуть в тройку. И это будет довольно неплохим результатом, учитывая тяжелый старт нашей команды, учитывая то, с какими проблемами мы столкнулись по ходу сезона. То есть стартовать хорошо и быть готовыми к сезону с первой же игры, это для нас будет очень и очень важно. И тем интереснее смотреть на товарищеские матчи на третьем сборе, где команда по сути должна показывать товар лицом. Однако игра с Алтын Асыром не получилась какой-то показательной. Там и состав был довольно полуторным. И сама команда против нас не могла продемонстрировать какого-то серьезного сопротивления. Ну и вышло все очень для нас легко. И как будто бы мы, как и в матче с Торпедо, даже на 50% особо не напрягались. Этого тоже хватило для того, чтобы победить со счетом 2-0. Если не ошибаюсь, это уже пятая подряд победа Локомотива на сборах. Мы проиграли только Акрону 2-0. Все остальные матчи выиграли. И это довольно ободряющий результат. Я не из тех, кто считает, что если команда выигрывает на сборах, она проигрывает в сезоне. И наоборот, если проигрывает на сборах, значит будет выигрывать в сезоне. Нет. Результаты, конечно, дело вторичное. Дело не особо важное. Важнее гораздо другие вещи, на которых мы постоянно как раз и обращаем внимание. В частности, в этих роликах или на стримах, когда обсуждаем товарищеские игры. И важнее то, как Локомотив играет и то, как он добивается этих самых побед. И я могу четко сказать, что, конечно, Локомотив по сравнению с прошлым годом, с прошлой зимой, сделал громаднейший шаг вперед. И если там мы играли против команд типа Урарту или других команд похожего уровня, и это было тотальное мучение, мы могли выиграть тот матч. И если мы вспоминаем Урарту, то мы его, по-моему, и выиграли. Но весь матч Локомотив скорее оборонялся и скорее искал игру, скорее искал, как дойти до чужих ворот. Когда мы смотрим матчи товарищеские на этих сборах, такого ощущения вообще не возникает. Даже Локомотив, который не включается, не играет на максимальных скоростях, играет полуторным составом. Это все равно команда, за которой приятно наблюдать. Это команда, которая легко достаточно доходит до чужих ворот, до чужой штрафной и создает какие-то опасные моменты. Да, нету какой-то вот злости в глазах, нету всеми силами сейчас забью гол. Да, но это, наверное, и не особо важно в товарищеских матчах. Но зато есть мастерство, есть техника, есть классные выходы из обороны в атаку, которые демонстрируются раз за разом. И благодаря этому Локомотив достигает результата с командами, ну, пока более слабого уровня, чем сам Локомотив. Сильно более слабого уровня. Надо признать, да, что на всех трех сборах у Локомотива не было прям серьезных соперников. Да, Кайрат можно вспомнить, но там Спартак их тоже обыгрывал 6-0. Урарту можно вспомнить, но мы против них играли фактически вторым составом. Так что прямо вот посмотреть Локомотив в деле перед сезоном, наверное, у нас получится только в матче с Ростовом через неделю. А пока Алтын Асыр, и давайте посмотрим, что было интересного в этом самом матче. Начнем со стартового состава. Он определенно был довольно интересен, потому что, ну, казалось бы, две недели до матча с Динамо. Пора уже наигрывать прям основу основ. Однако, ну, мы не можем сказать, что это прям стопроцентный прообраз состава на Динамо. Примерно половина из этого состава, ну, практически наверняка выйдут в стартовом составе на матч с Динамо. Ну, конечно, вратарь Лантратов, куда без него. Слева Марио Миттей. Он прочно застолбил за собой место в основном составе. Ну, практически наверняка он будет левым защитником, но может сыграть и в центре поля. Собственно, против Динамо он как раз и продемонстрировал эту свою ипостась в первой части сезона. И, по-моему, даже именно в этом матче, да, он завоевал себе свою статуэточку лучшему игроку матча. Да, ну, скорее всего, все-таки это будет левая бровка. Потому что в центре Карпукас и Баринов, это уже четыре человека, они вышли против Алтына Сыра. И, ну, не знаю, что может им помешать выйти против Динамо. Из атакующих игроков, конечно, Наир Текнезян, который обретает себя на позиции левого нападающего. По Рефату Жемалединову и Сергею Пеняеву, честно говоря, достаточно большие вопросы. Ну, и по нападающему, там, если Артем Дзюба будет готов и будет в своих кондициях, а он в матче с Алтына Сыром уже играл, то, скорее всего, Тимур Сулейманов появится по ходу игры, а не со старта. Итого получается, ну, пять, пять с половиной, шесть человек, которые появились в матче Алтына Сыр с первых минут, они появятся с первых минут в матче с Динамо, да, ну, вот примерно половина состава. Остальные это не то, чтобы дублирующие, да, не то, что какая-то там молодежь, не то, что мы кого-то там просматривали. Нет, это все прям ближайший-ближайший резерв. Например, Илья Самошников вышел с первых минут на позиции правого защитника. У нас в матче с Динамо не будет играть Максим Нинаехов. Он получил четвертую желтую карточку и будет дисквалифицирован. Но на позицию правого защитника у нас есть Илья Самошников и Александр Сельянов. Оба провели, ну, достаточное количество матчей в первой половине сезона и могут считаться, ну, не основными футболистами, но прям вот под основой 100%. Про Рефата Жамалединова и Сергея Пеняева тоже говорить не приходится. Сергей Пеняев – талант. Рефат Жамалединов уже приносил нам очки в этом сезоне. Очень важная фигура, которая обретает себя после травмы. Ему нужно чуть больше уверенности. Но, сами понимаете, там еще и какие-то контрактные дела накладываются. В общем, однозначно считать Рефата Жамалединова основным я не могу. Он играл довольно мало. Но и списывать его со счетов и говорить, что это какой-то резерв, ну, у меня тоже язык не повернется. Интересная ситуация у Женя Морозова. Да, это 100% основной игрок, по крайней мере, второй половины начала сезона, где-то начиная с середины августа. И вот до декабря Евгений Морозов играл во всех матчах и даже забил гол в последнем матче декабря. Но теперь у нас есть Ниямси. У нас вернулся Лукас Фасон с неудачного предолимпийского турнира, в котором сборная Бразилии позорнейшим образом играла. И закономерно вылетела, заняла то ли третье, то ли четвертое место. Я даже в итоге не смотрел. Выходили первые два, поэтому неважно, какое место они заняли, если это не одно из первых двух. Фасон играл очень много. Он пропустил первые две игры, но во всех остальных он выходил с первых минут и был основным центральным защитником олимпийской сборной. Это все-таки достаточно большое достижение, несмотря на то, что сама эта сборная играла припаршиво. Я подозреваю, что тренерский штаб все-таки, наверное, будет ставить Фасона и Ньямси в центр обороны, а Жене Морозову достанутся игры, может быть, кубковые, может быть, подменять в каких-то случаях при дисквалификациях. Защитниками это часто случается. Но, скорее всего, из состава он выпадет. В этом матче именно он составил пару Ньямси. Лукас Фасон только приехал. Но, видимо, решили его пока в бой не бросать. Поэтому играл у нас Евгений Морозов. И уже это второй матч, который он провел в паре с Ньямси. И оба матча были, на самом деле, примерно похожими. Я еще в прошлый раз вам говорил, что Ньямси – это вот такой вот последний рубеж обороны. Он играет очень глубоко. Он играет рядом со штрафной. А Евгений Морозов бегает по всей ширине поля, по всей глубине поля, подключается к атакам. В общем, он такой живчик-бегунок. А Ньямси – это вот человек, который страхует, если вдруг что-то где-то прорвалось у локомотива. Но в этом матче, честно говоря, прорывалось крайне редко. И туркмены до наших ворот практически не доходили. Сергей Пеняев, как мне кажется, пока тоже не рассматривается как игрок основного состава. Он будет выходить по ходу, будет взвинчивать темп, будет добивать соперника. Ну и ему просто нету места на поле, потому что Наир Текнезян играет здорово. Максим Глушенков – наша основная атакующая сила. Ну и Антон Миранчук в центре поля с Сергеем Пеняевым особо не конкурирует. Ну и про Тимура Сулейманова я уже сказал. Да, Тимур очень активный. Но если Артем Дзюба будет здоров, то, вероятно, именно Артем и будет играть в стартовом составе. А Тимур будет выходить тоже по ходу матча, если нужно будет додавливать соперника. Ну и вообще просто будет выходить, менять Артема Дзюбу или выходить вторым нападающим. Короче, не вижу я пока Тимура как основного нападающего, но он забивает. Вот и в матче с Алтына-Сыром Тимур Сулейманов тоже забил гол. Это был очень простой для него гол. Там все сделали партнеры, запрессинговали. Ну и Тимуру Сулейманову оставалось просто попасть в угол мимо одного из защитников, который решил подстраховать вратаря на ленточке. Как и в случае, когда Локомотив пропускал подобные голы, да, я призываю особо на это не обращать внимания. Туркменская команда решала какие-то свои задачи. Ну, они не самые техничные, не самые физически одаренные в мире ребята, не самые классные футболисты, да, без всякого унижения, без всякого какого-то снисхождения к этим игрокам, да, я говорю, но туркменская команда Алтын-Асыр, чья стоимость на трансфер-маркете суммарная, стоимость всех игроков меньше, чем стоимость одного Евгения Морозова. Да, но они решают какие-то свои задачи, они пробуют выходить из обороны через пас. Они пробовали это делать весь матч, ну и один раз мы их на этом накрыли. Ну, ничего, бывает, и как бы Алтын-Асыру не стоит об этом расстраиваться, ну и нам не стоит как-то сильно себя хвалить, о, какой у нас охрененный прессинг. Начнутся матчи против команд а-ля Факел, а-ля, там, не знаю, Урал, и они будут просто бить вперед, и никакого такого прессинга у нас не будет получаться. Тем не менее, забили на 12-й минуте, и это позволило команде чувствовать себя очень комфортно, очень хорошо. Ты уже ведешь в счете, ты можешь не напрягаться, ты можешь просто играть в комфортном для себя темпе, создавая при этом моменты. А моменты мы продолжали создавать, может быть, не очень активно, игра в таком размеренном темпе проходила, Локомотив, конечно, чаще был у чужих ворот, и Технезиан там внешней стороной в девятку крутил еще много всякого, периодически проходило с участием Сергея Пеняева, с участием Рифата Жамаледдинова, с участием Тимура Сулейманова, но какой-то вот внятной опасности мы уже не создали и ушли со счетом 1-0 на перерыв. При этом, конечно, ну и Алтын-Асыр тоже к нам никакой особой опасности создать не мог, там Артем Харпукас, Дмитрий Баринов все перекрывали, когда они не перекрывали, то Евгений Морозов и Ньямси были, были моменты, когда наши защитники ходили вперед и сжирали просто соперников, да, особенно, ну, Ньямси комично смотрится, когда он просто набегает на какого-то игрока, и этот игрок скрывается за Ньямси полностью, и Ньямси даже особо ничего не делая, забирает мяч, а игрок на газоне лежит. Но не знаю, как на это будут реагировать судьи, здесь нам давали играть в таких эпизодах, может быть, в России судьи будут свистеть от любого касания Ньямси с соперником, такое тоже бывает. Но, конечно, судить о Ньямси по этому матчу так же невозможно, как и по всем предыдущим, в которых Ньямси принимал участие, потому что, ну, пока уровень сопротивления, уровень атаки команд, которые играли против нас, ну, это совсем-совсем не очень, не составляли они никакого труда для нашей обороны, и если что-то вообще у наших ворота происходило, то это исключительно нашими же ногами и было сделано, да, какие-то ошибки Сельянова, ошибки вратарей, ну, может быть, иногда какие-то привозы просто пытались играть в пас, и соперник перехватил мяч. Ну, тоже, опять же, ну, бывает, но не стоит по этому делать какие-то систематические выводы. Во втором тайме команда обновилась полностью, кто-то появился на 45-й минуте, кто-то на 60-й, но были заменены абсолютно все футболисты, которые принимали участие в этой игре. Из того, что важно, да, у нас появились Антон Миранчук и Максим Глушенков, они заменили Рефата Жемлединова и Сергея Пеняева, и, ну, надо сказать, что это очень серьезно прибавило в активности у чужих ворот. Да, опять же, это никак особо не сказалось на счете и на том, как мы тревожили вратаря соперника, но надо сказать, что темп игры Локомотива повысился достаточно серьезно с выходом Антона Миранчука и Максима Глушенкова. А на 60-й минуте заменили, соответственно, там еще полкоманды, три четверти, и что примечательное, что стоит отметить, это, конечно, выход Алексея Батракова. С его выходом команда снова перестроилась на 4-1-4-1, как и во всех последних матчах, когда играл Батраков, и Леша снова показал себя, ну, просто каким-то монструозным опорником. Я, честно говоря, не особо знал об этих гранях его таланта, но всегда Алексей Батраков для меня это человек, который созидает, который одной передачей там отрезает всю команду, который играет быстро, который играет нестандартно, который может забивать и атаковать в чужой штрафной площади. А тут нам Галактенов открывает Батракова опорника, и да, с одной стороны этот отодвигает Батракова от чужих ворот, и это, ну, скажется, конечно, на количество глибовых моментов Батракова, но, с другой стороны, это открывает нам грани его чтения игры. Алексей Батраков практически не вступая в единоборство, он делал там какие-то подкаты, да, какие-то контактные отборы мяча у него тоже были, но за эти 30 минут, которые у него были, практически не вступая в единоборство, он, наверное, стал лидером по количеству возвратов мяча, он просто оказывался в тех точках, куда прикатывался мяч, он просто этот мяч прикатывался ему в ноги от соперников, или отскакивал от соперников, или передачу перехватывал, или где-то грамотно подскочил и отобрал этот мяч, не вступая, собственно, в отбор или в подкат какой-то. Это, ну, это потрясающее умение, оно говорит о том, как Батраков чувствует игру, как он чувствует мяч, как он понимает, куда этот мяч пойдет, куда можно сделать передачу сопернику, куда он будет делать эту передачу. Ну, это чистый восторг, потому что, казалось бы, ты выпускаешь маленького субтильного мальчика 2005 года рождения, основное умение которого это делать передача вперед, и у тебя, по идее, после Карпукаса и Баринова опорная зона должна начать проседать, а она вообще не проседает, и ты получаешь возможность выпускать еще больше атакующих футболистов, а в опорной зоне у тебя человек, который может отдать передачу в любую точку поля, и практически моментально, то есть он чувствует, уже получая мяч, он точно знает, где какой партнер располагается, и кому эту передачу можно отдать. Это очень крутое умение, и я, честно говоря, очень надеюсь, что мы увидим Батракова в сезоне, и мы увидим вот эти самые 4-1-4-1 с ним в составе, потому что, ну, оружие как будто бы получается очень грозное. И вообще, ну, главное впечатление этого матча, ну, для меня это, конечно, Алексей Батраков, потому что, начиная с 60-й минуты, когда он вышел, ну, я больше, чем его фамилию, не называл вообще ничью. Он постоянно был с мячом, ему доверяют партнеры, и ему, он сам этот мяч находит, как я уже говорил, да, что он просто берет и забирает его у соперников, особо как будто визуально не прилагая к этому усилий, и спокойно с этим мячом абсолютно зрело обращается, и когда надо придержит, когда надо отдаст назад, когда надо ускорит атаку и резко даст передачу вперед. Да, в этот раз, опять же, не получилось у Батракова как-то отличиться, не получилось отдать голевую передачу, хотя попытки были, но, тем не менее, игра Батракова, она абсолютно не по годам зрелая. Второй гол мы снова забили с прессинга, на этот раз это Максим Глушенков отобрал мяч на фланге, вошел в штрафную, попробовал делать передачу над Зюба, она не получилась, и он сам вогнал мяч в сетку ворот, но тоже, опять же, такой гол, который, ну, сложно как-то к чему-то привязать, ну, хорошо, что отобрал, хорошо, что мяч отскочил снова к Глушенкову, и тот его воткнул в сетку. Было бы приятно, если бы передача прошла на Хамулич, и Хамулич бы отправил мяч в пустой угол, но надо сказать, что у Хамулича пока игра вообще не идет, если пора Ньямси в обороне, я не могу сказать ничего плохого, но и хорошего сложно сказать, но плохого точно ничего сказать нельзя, Ньямси стабильно, играет надежно, то вот про Хамулича сказать плохого можем практически в каждой игре, да, вот с Урарту он не реализовал выход один на один, здесь, ну, несколько раз принимал мяч и терял его, принимал какие-то не самые правильные решения, в общем, ну, пока ни к силу, ни к городу, хотя на этот раз его выпустили на левом краю атаки, более-менее его позиция, но к мячам он не успевал, а когда ему отдавали в ноги, он обычно тянул мяч вперед и падал, ну, вот один штрафной опасный заработал молодец, ну, собственно, опять же, возвращаясь к тому, что я писал в Телеграме, если вся польза от Хамулича будет в том, что он будет брать мяч и зарабатывать нам штрафные, но это не совсем то, что нужно брать за 2,5 миллиона евро, надеюсь, что еще раскроется, но вот эти товарищеские матчи пока на позитивный лад нас не настраивают, ну, и, кстати, да, тоже отметим, что в середине первого тайма Тимур Сулейманов получил повреждение, вроде как ничего серьезного, но тренерский штаб решил его заменить, и заменил не на Хамулича, да, то есть нашего центрального нападающего заменили на Дмитрия Радиковского, и Радиковский свой отрезок там минут 20 отыграл на самом деле очень неплохо, очень убедительно, много единоборств выиграл, тянул мячи вперед, делал неплохие передачки, то есть, ну, как будто бы попытка посмотреть на Хамулича центрального нападающего матча Сурарту, она, собственно, показала, что не рассчитываем, лучше уж Дмитрия Радиковского ставить, чем выпускать Хамулича, ну, может быть, только догадки, да, может быть, Хамуличу было уготовано 30 минут в концовке, и не более того, но, это довольно занятное наблюдение, да, что при форс-мажоре, при травме Сулейманова, выпустили Радиковского на 20 минут, а не, там, не Дзюбу, не Хамулича, а вот, вот, молодого попробовать, собственно, да, Вадим Раков или Миша Щетинин в этой игре вообще не появлялись, Алексей Батраков сыграл 30 минут, и это была плановая замена, Дмитрий Радиковский, это была абсолютно незапланированная замена в середине первого тайма, и на второй он уже не вышел, вышел Артем Дзюба. Артем Дзюба был инертен, но что вообще ждать от человека, который пропустил весь второй сбор, и сейчас только-только нагоняет всех остальных, и по физической форме, и по игровому тонусу, все-таки много он не играл в футбол, пока остальные это делали. Так что вот, на самом деле, странный матч получился, вообще ничего, как мне кажется, не говорит о готовности Локомотива к Динамо, или не о готовности Локомотива к Динамо, и сложно понять, что хотел посмотреть тренерский штаб, выпускает такой состав, и делая замены всей команды к 60-й минуте, да, то есть, ну, как будто бы пора уже наигрывать основу, наигрывать тех, кто будет играть по 90 минут, а у нас остался один товарищеский матч с Ростовом, и, ну, вот на третьем сборе мы до сих пор меняем всех на всех. Посмотрим тоже, да, как бы это и не минус, не плюс, но информации у нас довольно мало. Все, это все, что я хотел сказать про эту игру, и до новых встреч, через неделю увидимся, и уже поговорим о том, как играть Локомотиву против Динамо. Субтитры создавал DimaTorzok,